Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Господь моя любовь, Господь моя жизнь, Господь мой царь, Господь мой спаситель. Слава, слава Иисусу Христу. Надеюсь, вы меня видите и со спутников, и вы меня видите через лайвстрим, через Дом Веры. Пусть Бог благословит вас обильно. Я говорю благословение над вами. Драгоценный я Максим Максим. Еще раз хочу пригласить вас присоединиться к нашей интернет-общине Дом Веры, где мы встречаемся каждый день, кроме субботы и понедельника, и проповедуем Евангелие Иисуса Христа вместе. Присоединяйтесь к нашей интернет-общине. Буду очень рад, если вы будете участвовать, получать благословения, будете переживать слово. Знаете, это как библейская школа. Многие из вас не могут поехать в библейскую школу и каждый день находиться на занятиях. Но в Доме Веры вы можете каждый день, включая вечером компьютер или телевизор, каждый день, изучая Писание, вы можете присоединиться и быть с нами. Быть с нами в прямом эфире, задавать вопросы, комментировать, какие-то слова говорить. Можете быть с нами и влиять на ход передачи, ход эфира. Я сейчас вижу, что многие люди присоединились, приглашайте ваших друзей. Сегодня я хочу говорить на тему, где моя сила или где моя энергия. Откуда мне взять энергию для жизни, на жизненной энергии. Вы знаете, у каждого человека вот есть вот этот энергетический потенциал жизненной энергии. Страсть, ревность, желание, жажда, как это еще назвать, целеустремленность, посвящение, огонь, не тление, а горение. У каждого человека есть разные меры. Я видел людей, которые остывают, охлаждаются. Знаете, он вчера горел, но сегодня он, как полено непрогоревшее, лежит в этом кострище в пепле. И он не холодный, он не горячий, он в таком состоянии тлеющем. Немножко дымок есть, и он немножко такой, ну, он вроде, вроде, вроде все, вроде как бы потенциал есть, все есть. И он просто не разгорелся. И вот многие ищут себе команду, друзей, поленья, с которыми они могли бы соединиться и могли бы вместе находиться, чтобы... Знаете, когда несколько поленьев вместе лежат, они, эти поленья друг друга... Что-то происходит между ними, процесс, начинается тяга. Когда я пытаюсь разжигать костер, я кладу одно полено, второе, чтобы между ними такое расстояние было, и огонь между ними пустить. Когда пускаешь между ними огонь, создается тяга. Одно полено очень сложно разжечь, тогда его нужно рассечь, и вот там, знаете, как вот такую штучку сделать, чтобы тяга... Вот где тяга? Иногда тягу нужно топором рассечь на четыре части, и начнется тяга. А иногда нужно другие поленца положить, там, или колодцами, или еще как-то собрать, знаете, кто как... Или шалашом собрать веточки, чтобы между ними был воздух и началось движение. Как загореться? Мы видим в истории Писания, в Писании очень много примеров того, как вдруг включалась тяга между христианами, и начиналось пробуждение. Когда огонь загорался, очень важно, чтобы хоть кто-то горел. Если никто не горит, тогда невозможно, чтобы включилась, передавалась огонь от полена к полену. У меня поления лежат, вот так они сложены друг с другом, и там тяги нету. Ни огня, ни тяги, ничего нету. То есть там нет никакого движения, вообще никакого движения нет. Но, но, если вы возьмете и сложите их, и пустите между ними огонек, вот здесь начинается процесс. Начинается процесс, который создает огромное движение, процесс, который начинает менять все вокруг, процесс, который начинает приводить движение все окружающее. И вот здесь начинается что-то особенное. Врождается страсть, эти поления, которые лежали пару лет, они вдруг начинают закипать, они начинают издавать дым, они начинают загораться. Они начинают, у них начинается движение, и начинается движущая сила. Как быть человеком в огне? Как быть человеком, излучающим огненным христианином? Не тлеющим на огненным, не тлеющим, а горящим, не тлеющим, а живым, настоящим. Как быть христианином, который не останавливается на своем пути? Как быть христианином, который движется, который распространяет, который старается? Мой сынок принес мне кофе, спасибо большое. Как быть христианином, который полон жизни, света, огня, помазания Духа Святого? Как быть христианином, который излучает славу Божию, излучает Божье присутствие, излучает, излучает Божий огонь? Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким человеком, который горит для Господа. Огонь, мотивация, ревность, старание, старательность, рвение, радение, усердие, стремление, желание, страсть, ревность. Такое состояние внутри кипения, жажды, самомотивированность, желание что-то созидать. Когда у человека уходит желание что-то созидать, он становится дрейфующим бревном в океане суетной жизни. Когда же ты к чему-то стремишься, ты все-таки не бревно, а катер или лодка или корабль, который идет куда-то. Между бревном и катером есть разница. Катер управляется, бревно надеется. Надеется, что что-нибудь хорошее случится. Бревно надеется, что что-то произойдет классное. И моя жизнь изменится, и я изменюсь. И изменится ситуация вокруг меня. И все пойдет по-новому, пойдет совершенно по-другому. И у меня будет все классно. Я надеюсь, что мне однажды повезет. Лотерейный билет выиграет, и начнется новая жизнь. Друг, хочу разочаровать тебя. Ничего не изменится. Ничего не произойдет в твоей жизни. По причине того, что внутри тебя ничего не произошло. Если огня нет внутри, если в сердце нет огня, то что бы ты ни делал снаружи. Какое бы дело ты ни затеял, какое бы мероприятие ты бы ни затеял, какое бы событие ты ни затеял, огонь не приходит от эмоций. Я немножко вот так взбодрюсь. Ай! Нет. Хлопанье по столу, поберегите стол. Поберегите стол и не пытайтесь, ударяя по столу, доказать, что вы можете что-то изменить. Хлопанье по столу не помогает. Помогает только одно. Внутреннее изменение. Внутренняя трансформация. Внутри тебя должен произойти вулкан. Если случится вулкан, тогда будет и лава, и пепел, и все будет. И шум, и будет излияние силы, излияние славы, излияние огня. Если ты хочешь только сымитировать вулканическую деятельность, если ты хочешь просто сымитировать, что у тебя есть вулкан, что у тебя все классно, ты в движении, ты в таком стремлении, имитация не помогает. Нет, имитировать огонь сложно. Можно, но сложно. Изображать. Говорит, о, аллилуйя, какой огонь, какая слава. На стене огня, это как бревна у меня. Лишат говорит, о, какой огонь, какая слава. Да нет, тебе просто солнышко припекло. Никакого огня там нет. Огонь, он меняет твою сущность. Он вытаскивает из тебя энергию. Что такое огонь? Это энергия, высвобожденная в пламя. И когда мы смотрим, откуда огонь берется, это энергия, выходящая из, например, дерева. Когда эта энергия преобразуется из одного вида в другой вид энергии. Вот это дерево накапливало энергию, вот его срубили, вот оно лежит, но там есть энергия в полене. Но стоит прийти огню, как эта энергия начинает переходить из одного состояния в другое состояние. И высвобождается температура. Когда ты приходишь в спортзал и начинаешь бегать, начинаешь что-то, температура повышается, потоотделение повышается, ты нагреваешься, у тебя пульс стучит. Ты начинаешь из одного состояния в другое. Вот я хожу в спортзал, на велосипедах катаюсь, что-то пытаюсь сделать, сжечь свою энергию, свой жир, который отложился, кусками свисает на моих боках. И я вот пытаюсь эту энергию превратить из одного вида в другой вид. Чтобы, чтобы она вышла из меня. Чтобы эта энергия вышла. Переход из одного, знаете, как из стоящего, из лежащего вида энергии в горящий вид энергии. У каждого из нас есть запас энергии. Что такое масло? Масло — это энергия. Помните притчу о девах, у которых в светильниках не было масла? Вам нужно масло. Вам нужно... Вам нужна энергия. Вам нужна сила. Вам нужно иметь огонь, усердие, стремление, желание, жажда. Если люди не хотят, да даже уборку, например, сделать у себя. Ой, неохота. Мама, помоги мне убраться. Папа, помоги мне убраться. Да сам уберись. Какого ты сидишь здесь? Ну, помогите мне что-нибудь сделать. И действительно, я помню, когда я в детстве был, мама приходит, что-то начинает делать, и я уже начинаю становиться активным, совесть-то уже какая-то просыпаться, и начинаю тоже что-то у себя в комнате делать. Вдруг, знаете, от маминой энергии моя начинает просыпаться энергия. Молодость, они не умеют, они только умеют накапливать энергию, пожрать, давай, 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 дай мне денег, дай мне то, дай мне это. Пастор Юрий Коновалов говорит, моя дочка вышла замуж, и все, они в Израиле живут, у нее муж еврей, и вот он говорит, так классно, говорит, всю жизнь жила у меня, и говорит, я к ним приехал в гости, вот живем у них, и она ходит по дому, два месяца всего прошло, как женились, да, и выключает везде свет, и говорит, вы выключайте свет, здесь энергия дорогая. Он посмотрел на нее, сказал, доченька, а помнишь, 19 лет, я свет за тобой ходил, выключал, и говорил, выключай свет, выключай свет, а ты все время забывала. Она говорит, ну понимаешь, когда вот начала платить, тогда вот поняла. Вы знаете, вдруг происходит какое-то осознание, когда энергия из твоего кошелька начинает улетучиваться в энергию света, и ты думаешь, зачем мне это надо, я лучше выключу. Вот, когда мы смотрим на все, что происходит в нашей жизни, это переход энергии, высвобождаешь ли ты собственную энергию, или ты держишь. Кто такой лентяй? Да ты тот, кто лежит и не хочет двигаться в жизни, не хочет никуда. Тебя нужно уговаривать, умолять, у тебя нету в жизни решения начать делать что-то, начать стремиться к чему-то, начать, начать толкаться, биться, начать двигаться, когда, когда ты там в очреве находишься в эмбрионном состоянии, ты там такой маленький, что-то дергаешься, а когда ты уже подрос, ты уже начинаешь ворочаться, ты уже просишься наружу, тебе уже нужно наружу, ты уже хочешь наружу, пришло время идти наружу, и вот в этот момент у тебя переход из одного вида в другой. Энергия, ревностный, Бог хочет иметь народ ревностный к добрым делам. Вы посмотрите, это написано в Титу, послание Титу, вторая глава в Довом Завете. Титу, вторая глава с 13 стиха. Ожидая блаженного упования, 2,13, Титу, явление славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал нас, 14 стих, который дал себя за нас, дабы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, запятая, ревностный к добрым делам. Ревностный это стремящесть, это огненный, это такой, Господь выйдет, как муж бараний, возбудит ревность. Исайя, старый завет, книга пророка Исайи, 42 глава, 13 стих. Исайя, 42,13, Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет, поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Я представляю, крик победы. Возбудит ревность, возбуждает ревность. Знаете, как вожди поднимают ревность в своем народе, и они кричат там перед сражение, и Господь возбудит ревность. Потрясающе. Когда я смотрю на Библию, на историю людей особенных, Немия пришел, у него было желание восстанавливать стены, восстанавливать стены Иерусалима. Вспомните парня, которого продали, Иосифа, в рабство, братья продали. Он находится в рабстве. Был любимый сын, имел особенную одежду, имел благоволение отца, имел благословение отца, живший хорошо. Пока барати с баранами возились, он с отцом пребывал. Бог любил, Иосиф, Бог, отец любил Иосифа. И вот Бог посмотрел и подумал, и у Иосифа есть особенная судьба. Вы знаете, он вдруг оказывается в Египте, в рабстве. Вот здесь можно все рвение, все желание жить закончилось. Но знаете, что у Иосифа случилось? У него началось желание жить. У Иосифа началось желание жить. У него вдруг проснулось внутри огромнейшее сумасшедшее желание надо что-то делать. Он был свободный, теперь он раб. он никому не нужен. Он был раньше, он мог делать, что хотел, он мог двигаться, как хотел. Теперь он не может, теперь он не может, теперь он раб. Что делать? Я на работу должен ходить каждый день. Да, 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 да. Ходи на работу, да, ты раб, но имей ревность. Вы знаете, на работе он стал проявлять усердие, ревность, стремление. Так что Патифар заметил парня и сказал, слушай, ты особенный парень, я тебя подниму в карьере и сделаю его управляющим. Сделаю его управляющим, потому что он был заинтересован, стремился, он не просто был нытиком, мне жизнь ужасна, я раб, я пленен, я не хочу, я на свободе жил. Вот раньше внутри него генератор, работает генератор. А знаете, я видел, как наши самолеты заводятся, чтобы завести Ан-24, старый такой самолет, он стоит на взлетной полосе, все садятся, он, у него ничего не работает, все выключено. Все садят в самолет, и чтобы самолету завестись, чтобы электричество появилось, все, казалось бы, нужно завести, а у него нет генератора. Подъезжает грузовик снаружи, вот такой провод высовывает, засовывает самолет, грузовик, на нем генератор работает, подает электричество, самолет получает электричество, включились лампочки, пилот заводит двигатель от этого электричества, завелся двигатель от этого электричества, подбегает этот водитель грузовика, генератор, отсоединяет генератор, И самолет начинает руление на взлетную полосу. У меня всегда был вопрос. А что если самолет в воздухе заглохнет? Как он будет перезагружаться? Как там присоединить грузовик? У него нету генератора. У него нет генератора, который бы работал бы. И я в этот момент задумался. Интересно, есть много христиан, у которых генератор снаружи. Вы видели такую картину? Мужик с таким кривым ключом заводит машину. Видели когда-нибудь? Я знаю, что это только в 20-х годах было. У нас-то это до недавнего времени все еще было. Помните, называется кривой стартер? В машинах не было, такое устройство было, не было стартера, не было метода, как завестись. Машина не заводилась. Ей нужно было, чтобы кто-нибудь вот так сделал. Вот так крутил, 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 и потом она заводилась. Я видел, как мужик один крутил, крутил, пытался завести, она не заводилась. Вы знаете, и я подумал, вот интересно, как у многих христиан нету, нету генератора внутри. Им нужно, чтобы грузовик подъехал, кто-нибудь возложил руки. Им нужно, чтобы кто-нибудь толканул. Им нужно, чтобы кто-нибудь их, кто-нибудь вдохновил. Кто-нибудь их, ну, помолитесь, возложите руки. Все время бегут, пастор, пастор, помолись, помолись. У моего знакомого Жигули было во дворе, которое все время глохло. Все время глохло. И не было у него способности перезавестись. Не было, вот нету. И вот он заглох, и если он под горку стоит, ладно, он самокатом покатится, запрыгнет и заведется. Но часто он говорит, пацаны, подтолкните. Я помню, мы подбегали, для нас это в радость. Ложили руки на машину, и все пацаны толкали его Жигуль. Бум-бум-бум, пытался заводиться. Вы знаете, многие христиане, вот как этот сломанный Жигуль, которому нужно возлагать руки и заводить. Сломанный Жигуль, он пытается с толчка завестись. Но не получается у него. Братья и сестры, возложите руки, подтолкните, пожалуйста, пастор. Подтолкни, заглох на этой неделе просто совсем в стопор. У нас от Бога внутри должно быть горение, жизненная сила. Жизненная сила, которая высомождается. Которая горит. Вы знаете, мне недавно показали интересное видео. Как зажечь и сделать такую огонь из пня. Оказывается, это несложно. Берет дровосек и рассекает, до половины рассекает на 4 части, чтобы пень вот так чуть-чуть разошелся, чтобы было 4 части. Нужно взять топор и вот так, пам, пам, чтобы там образовали щели. Потом внутри этого устройства нужно завести огонь, и чтобы изнутри, между этими рассеченностями создалась тяга и потянулся огонь. Я не знаю, как это называется, печка. Не знаю, как это, но просто берут полено, вот так дым-дым делают насечки, и оттуда внутри, как огонь, как ракета, как ракетный двигатель горит. И вы знаете, когда я смотрю, вот я видел это видео, показываю в интернете очень много, как пень зажечь, да? Я смотрел, и мне стало интересно, я думаю, знаешь, многим христианам нужно рассечение, чтобы у них Слово Божие растекло, Слово Божие проникло внутрь, и внутрь попал огонь и загорелся, и тогда как ракета начнет гореть. Внутри меня горит огонь. Внутри меня желание. Иосиф находится в очень-очень плохом состоянии, но внутри него загорелся настоящий огонь. Трус Гедеон прятался от врагов. Он прятался, но он хотел скрыться, он не хотел, чтобы кто-то видел его, он хотел спрятаться, он прятался от врагов своих. И пришел Господь и говорит, иди с этой силой. Он говорит, какая сила? Кто? Где все чудеса? Где сила Божия? Где Бог? Где? Постойте. Он нытиком еще был, он был ропотником, но Господь сказал, давай, иди с этой силой, победи как этого врага. И знаете, Гедеон загорелся. Он загорелся, внутри него произошла революция, внутри него произошло изменение. Внутри него произошло изменение, и он собрал толпу людей, огромную армию. Мы одолеем их. И тогда Господь говорит, много собрали? Отгони. Скажи, все, кто боится, и так далее. Ушло почти все. Осталась большая часть. Он посмотрел на нее, ну, говорит, ну, это храбрые самые остались. Господь говорит, подойди к воде, посмотри, как пьют. Вот те, которые пьют вот так, возьми их, а те, которые вот так пьют, не бери их. Он говорит, ты, 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 все, кто подходили, пили. Он говорит, пей воду. Человек пьет воду, если он наклонился, он говорит, все, иди. А те, которые вот так пьют, он говорит, все, идем ко мне. И вы знаете, он собрал, там, 300 человек осталось. 300 человек из огромной армии осталось. 300 человек. Маленькая группа. И вот в этот момент Господь говорит, а теперь иди побеждай. Это 300 горящих парней. И вы знаете, они взяли огонь в кувшинах. Что это за образ? Вы кувшины. Внутри вас есть огонь. И они подошли к армии врага. И они сказали, меч Господа и Гедеона. Помните, разбили свои кувшины. Создали шумовую атаку. Сделали большой шум. И там шум такой был, поднялся. Ой-ой-ой-ой-ой. Они стали кричать, бить мечами, улюлюкать. И армия вражеская подумала. Ката-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Хотите гореть, в усердии не слабевайте. Римлянам 12 глава. Откройте, пожалуйста. Римлянам Новый Завет 12 глава. Такие советы. Советы христианам. С 9 стиха. Римлянам 12, 9. Написано так. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу. С нежностью. В подчиненности друг к другу предупреждайте. 11 стих. В усердии, в ревности, в стремлении. 11 стих. Не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. О, потрясающе. О, слава, слава. Аллилуйя, дорогоценные мои. Я сейчас обращаюсь к каждому человеку. Посмотрите, что здесь записано. Римлянам 12, 11. В усердии не ослабевайте. Не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. В усердии, в старательности не ослабевайте. Духом горите. Господу служите. Энергия, которая внутри тебя, настолько сильна, настолько огромна, настолько мощна. Но лень, апатия, безразличие. Чтобы огонь разошелся, нужно добавить кислорода. Вдохните полной грудью. Наполните внутренность Словом Божьим. Наполните внутренность огнем. Добавьте кислород. Добавьте в кислород огонь. Ой, огонь кислород. И вы увидите, что начнет происходить. Стоит только добавить воздуха. Дуновение. И Бог дунул дыхание жизни. И стал человек живой, душой живой. Потрясающе. Драгоценные мои. Я снова обращаюсь к вам. Если вы хотите увидеть славу Божию, силу Божию. Если вы хотите увидеть присутствие Божие. Вам необходим огонь. Огонь Духа Святого. Внутри. И кислород. Ветер Божий. Когда Дух Святой сошел. Они услышали ветер. Сильный шум ветра. Как бы несущегося. Огромный ветер. Он шумел. Он просто разрывал. Все там двигалось. Это было нечто невероятное. Ветер, который изменил все. Ветер перемен. Огонь Божий. Огонь Духа Святого. Я обращаюсь сегодня к вам. Пускай придет ветер Духа Святого. И разожжет тлеющий огонь. Возьмите ваше бревно. Соединитесь. Давайте вместе. Каждый возьмите свое бревно. Соединимся в ревности для Господа. Огореть. Стремиться. Быть ревностным. Иметь желание. Страсть. Хотеть что-то. Если ты хочешь, хоти до конца. Борись. Побеждай. Если ты к чему-то стремишься. Иосиф стремился. Его посадили в тюрягу. Он продолжал стремиться. До тех пор, пока не оказался у власти. И думаете, когда он оказался у власти, он расслабился? Да нет. Он не расслабился. Некоторые думают, я сейчас добьюсь и все. Я расслаблюсь. Теперь я великий, славный. Нет. Самое время. Он начал строить эти склады. Он начал делать. Он начал двигаться. Он начал жить особенной огненной жизнью. У него начался сезон новый. Созидательный сезон. Давайте созидать. Давайте созидать. Господи, я хочу гореть. Я хочу гореть для тебя. Я хочу стремиться. Я хочу достигать. Я хочу быть ревностным. Я хочу быть успешным. Я хочу созидать Божье дело. Аллилуйя. Драгоценные. Давайте будем ревностными. Давайте будем ревностными в Царстве Божьем. В деле Божьем. Давайте будем ревностными в проповеди. Давайте будем ревностными в любом действии, которое мы делаем. Любое действие. Любое действие, которое я делаю, любое действие, которое я творю в моей жизни, я хочу гореть, хочу делать со страстью, с желанием. Если ты худеешь, худей с желанием. Если ты проповедуешь, проповедуй с желанием. Если ты делаешь ремонт, делай с желанием, с огнем, с огоньком, с изюминкой. Я такой, делай особенно, не делай, я должен, почему я, нет, я хочу, я могу, у меня получится, я стремлюсь, я человек Божий, у меня получится, у меня получится, я смогу, я смогу, я в Божьем потоке славы, я в Божьем направлении, я в Духе Божьем, Господь, благодарю Тебя, я горю для Тебя, я живу для Тебя, я славлю Тебя, я поклоняюсь Тебе, я величаю Тебя, я хвалю Тебя, Аллилуйя, слава Тебе, Иисус, слава, слава Тебе, Царь Царей, слава Тебе, Господь Сидержитель, хвалю Тебя, величаю, Аллилуйя. Давайте сейчас хвалите Господа. Он достоин хвалы. Он достоин. Он достоин во имя Иисуса Христа. Господь, я благословляю Твое святое имя. Я превозношу Тебя. Я хвалю Тебя. Я славлю Тебя. Я поклоняюсь Тебе. Господь, слава, величие, благодарение, поклонение. Хвала Тебе. Хвала Тебе, Иисус Царь мой. Благословляю Твое святое имя. Благодарю Тебя за благоволение Твое. Я желаю познать волю Твою. Желаю угодить Тебе. Желаю хвалить Тебя. Желаю вознести славу Твою. Аллилуйя, слава Тебе. Господь, Ты достоин хвалы. Ты достоин поклонения. Ты достоин благодарения. Благослови каждого человека. Гореть для славы Божьей, для силы Божьей. Гореть во имя Иисуса Христа. Да благослови Тебя Господь. Сохранит Тебя. Да презрит Тебя Господь светлым лицом Своим. Помилуй Тебя. Обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Аминь. Наше время подошло к концу. Будьте ревностными. Вашем даянии, пожертвовании, служении благословляйте. Благодаря вашим десятинам мы можем проповедовать Евангелие по всему лицу земного шара. Участвуйте в партнерстве с телеканалом Синон, с Дома Веры и со мной. Люблю вас, ценю. Встретимся завтра. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал MaximCNL и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok